13 сентября в Чувашии будут выбираться не только главу республики, но и депутатов органов местного самоуправления. Предстоит избрать более 3700 депутатов. В Чебоксарах выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 22 депутатских мандата будут распределены между списками политических партий. Еще 21 депутат избирается по одномандатным избирательным округам. Чебоксарское собрание депутатов прошлого созыва изменило порядок формирования представительного органа власти в столице Чувашии. Теперь народных избранников на 10 больше – 43 человека. Впервые у нас участвуют политические партии, избирательные объединения на этих выборах. В частности, выдвижение кандидатов производило 9 избирательных объединений. В настоящий момент на выборах остались 7 избирательных объединений. 6 из них представлены по единому избирательному округу. И еще одно избирательное объединение выдвинуло кандидатов по одномандатным округам. На сегодняшний день, мы можем сказать, зарегистрировано уже 127 кандидатов по одномандатным избирательным округам. И 290 кандидатов у нас зарегистрировано по единому избирательному округу. Самое большое количество кандидатов – 8 – зарегистрировано в северо-западном районе в избирательном округе номер 14. Это улица Мичмана Павлова, 139-й стрелковой дивизии, бульвар юности. Меньше всего кандидатов в 5 в 10-м избирательном округе Новоюжного района. Улица Ленинского комсомола, Герский бульвар и проспект 9-й пятилетки. Подписи в поддержку и данные о кандидатах проверяли различные станции. Федеральная миграционная служба, учебные заведения, ГАИ, рекпалата. В результате многим недобросовестным претендентам было отказано. В ходе проверки этих сведений, которые поступают из официальных органов, являются очень интересные факты. Например, некоторые кандидаты в подписные листы, которые они представляют, включают избирателей, которые уже усопшие. Но подписи, тем не менее, в подписном листе стоят. И хочется тут задать вопрос, какая же морально-этическая сторона этого дела, как же они могут подменять волю избирателей, включая лиц, которые на том свете, и включать их в подписные листы. И мы вынуждены отклонять такие, значит, кандидатуры. И есть у нас случай, когда просто массовые фальсификации в подписных листах. У нас один из кандидатов из 103 представленных подписей, 72 было фальсифицировано, и мы направили эти документы в Следственный комитет. В профессионализме членов муниципальной избирательной комиссии сомневаться не приходится. Большинство из них имеют опыт работы на выборах различного уровня. Комиссия у нас скомплектована по тем принципам, которые изложены в законодательстве, в законе. Она представляет различные политические спектры. У нас представлены все парламентские партии в нашей комиссии, всего 12 членов комиссии с правом решающего голоса. Но есть, кроме того, и не парламентские партии. Сейчас начался агитационный период. Кандидаты активно участвуют в массовых мероприятиях, общаются с жителями округов, собирают наказы и пожелания. Словом, у избирателей есть все возможности выбрать достойных, по их мнению, депутатов. Татьяна Молок, Валик Якимов, Республика.